Елочки действительно срубленные Но это только узкая просека. Лес срубцует свои раны. Нам нельзя останавливаться на достигнутом. Мы должны требовать трассу повернуть в обход, иначе завтра любой лев рядом с крупным российским городом вырубят за две минуты. Вы понимаете, поэтому мы должны продолжать нашу борьбу. Лесу жить! Большое вам спасибо, денисский голос, что вы все сюда приехали. Спасибо, ребята. Я считаю это успехом, потому что не было никаких драк, не было никакого насилия. С точки зрения технической, конечно, это полная катастрофа, потому что нам не дали поставить аппаратуру. Но с точки зрения атмосферы, с точки зрения событийности, я считаю это триумф. Мы не должны жить под этим наркозом. Я не говорю о властях, я не говорю о политиках. С ними дело ясное. К ним нет доверия, к ним нет уважения, к ним нет вообще ничего. Я говорю только о народе. Единственное, что меня волнует, это наш народ, который, к сожалению, в последние десятилетия больше разочаровывал, чем очаровывал. Так вот, я считаю, что надо нашему народу отчутаться от этого наркоза под названием Лада Приора, каникулы в Египте, телевизор, интернет с голыми девками и что там еще. Вот, и подумать просто о том, что надо жить весело, интересно, по-человечески, надо иметь чувство собственного достоинства. Это главное. Меня просто иногда спрашивают, а чего там вообще, то есть вы такой обеспеченный, успешный, там типа гламурный, буржуазный и так далее. Что вы вообще в это дело лезете. Я в это дело лезу просто потому, что мне обидно за свой народ и за свою страну. Только поэтому, исключительно поэтому.